Здравствуйте! Меня зовут Самой Ленка Наталья. У человека есть цветы, которые очень тесно связаны с нашим прошлым. Они связаны со счастливыми воспоминаниями о детстве, семейными праздниками или традициями. И сирень, безусловно, является одним из таких растений, даже если мы ее не выращиваем в своем саду. Единственный минус сирени – это ее мимолетное цветение. Всю долгую холодную зиму мы ждали весны. Ждали, что вот-вот она зацветет. И вот не успели оглянуться, как сирень уже отцвела. Но выход, конечно, есть. Это использовать при озеленении несколько видов сирени. Все они цветут немного, но в разное время. Сирени как бы передают эстафету цветения друг другу. К примеру, сирень Мейера, родом из Китая. Иногда ее называют карликовой корейской сиренью. Но это не совсем правильно. Эта красавица гордо носит имя известного американского ботаника – Фрэнка Мейера, который в начале 20 века привез ее из Северного Китая в США. У нас на канале есть сюжет об этом удивительном человеке. Она характеризуется миниатюрными размерами. Во взрослом состоянии ее высота максимально полтора метра. Но обычно где-то около метра-метра двадцати. Она интересна не только своими небольшими размерами – изящными маленькими соцветиями, не более десяти сантиметров, но и тем, что отлично держит форму. Я бы сказала, что сирень Мейера идеальна. Хотя, хотя есть у нее один недостаток – это ее стоимость. Из-за медленного роста и небольших размеров цена на нее достаточно высока. Но она того стоит. Мне посчастливилось наблюдать ее в изгороде. Весной метровая живая изгородь становилась лавандовой. А летом это был идеальный бордюр. Создавалось впечатление, что местные садовники только и делают, что стригут ее. Но это не так. Мейера идеально держит форму и почти не нуждается в обрезке. С тех пор я мечтаю что-то подобное повторить. И если бы не цена, то на всех моих участках были бы миниатюрные изгороди сирени Мейера. А так – одинокие растения в композициях или в солитарных посадках. Кстати, сирень Мейера можно использовать как катковую культуру при озеленении террас. Что касается агротехники. Как си сирени Мейера любит открытые солнечные места, но выдерживает полутень. Правда, в таких местах она почти не цветет. К почве достаточно нетребовательна. Как все сирени предпочитают нейтральный или слабощелочной грунт. Достаточно засухоустойчивая. Единственное, с чем никогда не смирится сирень, так это с грунтами с плохой воздухопроницаемостью. Интересно, что сирень Мейера достаточно устойчива как к грибковым заболеваниям, так и к всевозможным вредителям. Теперь про зима и морозостойкость. У меня никогда не возникало проблем с зимовкой этой сирени, даже если она привитая и привита на штамп. На мой взгляд, сирень Мейера в Ленинградской области абсолютно зима и морозостойка. Но, насколько я знаю, некоторые московские коллеги и садоводы жалуются на ее зимостойкость. В их поддержку выступают некоторые британские источники, утверждающие, что сирень выдерживает не более минус 15. Вот такая вот загадка. С чем это связано, я пока не понимаю. Возможно, вся загвоздка в подвое. Вот что меня действительно немного расстраивает, так это отсутствие сортов у Мейера. Есть один-единственный сорт полибин. Все как у видовой, но еще более компактное и медленно растущее растение. Еще один азиатский вид сирени заслуживает отдельного рассказа. Это сирень раскидистая. И ее самый известный сорт – мискин. Сирень мискин имеет аккуратные мелкие соцветия. И она меньше, чем традиционная французская сирень. И немного больше, чем Мейера. Это отличный выход из ситуации, если вы не представляете свой участок без сирени, но при этом ограничены маленьким участком земли. Раскидистая сирень зацветает достаточно поздно – лишь в июне. Соцветия очень привлекательны для бабочек. А осенью листва в противовес обыкновенной сирени становятся не желтой, а пурпурной. А какой аромат у мискин! Он не похож ни на обыкновенную сирень, запах детства, ни на аромат духов моей бабушки, Красная Москва, ни на особый утонченный запах сирени Престона. У раскидистой он свой, собственный, с легкими нотками гиацинта. Но справедливости ради скажу, что некоторым он не нравится. Они находят его слегка рисковатым. Запахами, как и с цветами, на вкус и цвет товарища нет. По освещению раскидистая сирень так же требовательна, как и все остальные сирени. Ей нужно не менее 6 часов солнечного света в день. Требования к почве все такие же. Нейтральная или слабо щелочная. И, конечно, хорошо воздухопроницаемая почва. Сирень по своей природе лучше переносит жару, чем потоп. Ее лучше не долить, чем перелить. Но все же всегда нужно придерживаться золотой середины. Ну и по зимостойкости и морозоустойчивости к мискин нет вопросов. Она прекрасно подходит как для холодного, так и для жаркого климата. Если площадь вашего участка позволяет, то посадите разные виды сирени. Обыкновенную, венгерскую, мейра, раскидистую, престон. И тогда, и тогда мимолетная весна немного подольше задержится на вашем участке. А на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч! До скорых встреч!